Вот, поплати долги. Наскальная живопись 21 века. За просрочку платежа коллекторы списали ей двери на работе и дома. После этого начались звонки с угрозами. Несколько месяцев назад Анастасия Ивановна взяла так называемый быстрый кредит – 30 тысяч рублей. Задержка очередного взноса, по ее словам, составила всего одну неделю. Сплати все. Что хочешь делай, где хочешь, бери, занимай, снимай с себя золото, иди, что-то еще, микрозаймы через дорогу перейди, то есть по-всякому. В том, что их методы выбивать долги сомнительно, признаются и сами коллекторы. Евгений свое лицо показывать не захотел. Рассказывает, запугивать клиентов его обучали специально. В законе не прописана ни коллекторская деятельность, ни степень, ответственность за степень психологического воздействия, исключая доведение до самоубийства. Все, что не запрещено, разрешено. Закона о коллекторских агентствах в России нет. Как правило, банки не желают возиться со сложными клиентами и перепродают долги специальным организациям. Требовать деньги коллекторы имеют право, но только в рамках закона. Необходимо различать коллекторов и бандитов. То есть те лица, которые действуют незаконно, угрожают вам, портят ваше имущество, портят ваше здоровье или даже покушаются на вашу жизнь, это не коллекторы. Это уже бандит у коллекторов на самом деле не больше прав, чем у любого другого кредитора. Это не судебные приставы. Если судебные приставы имеют определенный набор инструментов, которые они могут использовать для того, чтобы исполнить судебное решение или какой-то другой долг, то у коллекторов этих инструментов нет. Если коллекторы вам угрожают и запугивают, не стоит паниковать. Спросите у них имя, фамилию и организацию, на которой они работают. Вам не ответили на эти вопросы? Скорее всего, это мошенники. В любом случае, разговор с угрозами лучше записать и обратиться в полицию. Полина Ильина, Александр Кравченко, Новости, Телеобъектив.